Солидарность Рациональное и безопасное приложение Помните, как ОВД Инфо Говорила, что не надо нам больше присылать волонтеров Потому что мы не знаем, что с ними делать Что было в 2021 году Когда пошли массовые митинги И массовые задержания Что было в Сахарово и вокруг Сахарова Что было до этого в 2019 году Когда я сама была членом СПЧ В любой ОВД Москвы приезжаешь На входе стоят уже люди С канистрами воды, с пакетами, с передачами То есть это пришли приносить еду Арестованным, задержанным То есть каждый раз, когда появляется у людей возможность Как-то поучаствовать Так, чтобы это имело результат То есть понятно, что будет польза И при этом не получить по голове немедленно А хотя бы в отложенной перспективе Они это делают с каким-то Я не знаю, слово энтузиазм имеет нехорошие советские коннотации Но с какой-то даже благодарностью За такую предоставленную возможность Мне кажется, вот это самое атомизированное общество Оно несчастливо своей атомизации И людям не нравится так жить Им не нравится быть одинокими Им не нравится подозревать ближнего Все время в чем-то нехорошем Им не нравится помалкивать Это угнетает Они, конечно, адаптируются, что им делать бедным Но они не рады такому Поэтому вот эти вот полыньи какие-то Которые мы можем тут протопить Из них просто гейзер взрывается Вот смотрите, что происходит Это действительно выдающийся результат Я, может, да, не самый, скажем так Часто работающий фандрайзером Но эффективно Но это очень много Это очень много Я помню вот мой собственный стрим 2021 года Там тоже у меня было 3 миллиона за 3 часа И потом до 5 с половиной В течение 5 дней мне набежало Мы собирали тогда для как раз УВД-инфо Медиазоны и для Международной Агоры То есть для юристов и для СМИ Которая писала о политических преследованиях Это было, напомню, в 2021 году Как раз тогда, когда все вот это Сахарова Центр временного содержания в Москве Или точнее уже почти в Подмосковье Он был совершенно заполнен людьми Тогда-то мы узнали, каков предел Так сказать, пропускная способность Какая в Москве, сколько можно На самом деле Это еще была тоже мудрость 2019 года Полторы тысячи человек Москва может задержать То есть не тюрьмы, а ОВД Места, так сказать, временного размещения Вот настолько Это, конечно, все дело наживное Можно какие-то временные Сделать лагеря для задержанных Но, тем не менее, вот столько-столько можно Вот тогда это все было заполнено Острый вопрос, Екатерина Михайловна Кто-то скажет И я думаю, что таких найдется больше одного человека Надо идти свергать Путина Надо брать в руки оружие Надо подниматься Надо там, ну и так далее Они, значит, собирают деньги на политзаключенных Которых, значит, посадили И таким образом Они еще стимулируют политзаключенных сажать А, то есть если мы соберем деньги на политзаключенных Другие люди захотят тоже стать политзаключенными Потому что это какое-то очень благополучное положение Не-не, система таким образом изводит просто людей Вы собираете там на политзаключенных Вместо того, чтобы свергать Путина Вместо того, чтобы собирать на что? На дроны И при помощи их взорвать Кремль Ну, смотрите, дорогие коллеги Во-первых, как показывает нам Опыт политической истории Действительно, невооруженные люди Не свергают вооруженных авторитарных режимов Так не бывает Они способствуют их ослаблению И они нужны тогда, когда режим становится слаб И нужно, чтобы элиты передрались между собой И в рамках этой драки образовали Какие-то сдержки и противовесы Чтобы власть не концентрировалась Вот тогда протестующие действительно играют роль А все остальное встречается В детских повестях Типа «Три толстяка» и «Чаполина» Вот это вот в основном там происходит Что касается попытки вооружить широкие массы граждан То этим как раз наш режим занимается довольно успешно Он невиданное количество оружия распределил по России И мы видим, каким последствиям это приводит Поверьте, никакого отношения к демократизации это не имеет Поэтому у нас же цель не устроить вооруженный хаос На своей территории Наша цель, наоборот, организовать какую-то менее людоедскую жизнь в России И в этом отношении, конечно, демонстрация гражданской солидарности Поддержки гуманизма и пацифизма Отрицаемого теперь уже и русской православной церковью Это как раз шаги в правильном направлении Представьте себе Вот вообще хорошее, как это, правило Буравчика для таких ситуаций Когда вам говорят, что что-то бесполезно делать Вот зачем вы лучше бы вы что-нибудь другое в этот момент затеяли Это вообще такая работа дьявола, обесценивание А так вот, сделайте простое умственное упражнение А если бы этого ничего не было Вот представьте себе, эти люди сидят И же не будут меньше сажать из-за того, что про них на воле не вспоминают Наоборот И будут сажать больше, потому что устраняются препятствия К этому процесс сажения становится все более легким и безболезненным И никто ничего не говорит И вот как это будет Поставьте себя на место этих людей Действительно мы теперь знаем, что тюрьма и воля Стали во многом единым информационным пространством Вести доходят и туда, и оттуда Люди дают о себе знать И люди получают известие с воли Чрезвычайно для них важно, что о них помнят Поверьте, любое письмо-открытка Это практически охранная грамота То есть если о человеке забыли, то с ним можно делать что угодно Если о нем не забыли, это препятствие Единственное, прежде чем Жор спросит Сейчас задаст следующий вопрос Я хочу сказать, что 5 миллионов рублей Мы собрали, перешагнули эту цифру Вот я всегда говорил Екатерина Шульман делает чудеса Слушайте, извините, пожалуйста Я как в этом русской сказке про человека, который не мог никак наесться Все ел-ел, покупал еду Потом купил бараночку, наконец наелся И говорит, надо было сразу бараночку Я пришла, когда у вас было без 5 минут 5 миллионов Боже, я фандрайзер года просто Окей, Георгин Екатерина Михайловна, вы, мне кажется, известны как самый Обнадеживающий, позитивно, в принципе, настроенный человек Расскажите в целом, как нам всем пережить эти темные времена И что нам говорить другим людям, чтобы помочь им это сделать Сегодня день вопросов на диссертацию Скажите, будет ли все хорошо или не будет? Это я просто говорю быстро, коллеги Уже знающие люди разобрали, что ничего особенно оптимистического я не рассказываю Это эффект темпа речи, не более того Ну и как это? Увлеченности исследователя предметом исследования Ох, ну что тут можно сказать нашей нынешней ситуации? Надо понимать, скажем так Давайте занизим свои ожидания Это нам поможет как-то сохранить здравый рассудок Россия находится в тяжелом, плохом положении Худшее, что с ней происходит, это проведение сотен тысяч людей через опыт насилия Вот вся та великая работа гуманизации Великая работа по выращиванию какого-то цивилизационного, культурного слоя Которая велась больше 20 лет Она, конечно, не отменена Но она очень сильно отброшена назад Из-за того, что, проще говоря, власть поощряет насилие Не только за него не наказывает, не только его не останавливает А его всячески поощряет, называет героизмом, патриотизмом И иными социально одобряемыми терминами То есть Россия, конечно, одичает довольно сильно В результате того, что происходит Это те последствия, с которыми придется иметь дело Если у нас получится, еще раз повторю, организовать какую-то нелюдоедскую Какую-то базово мирную жизнь на этой территории Вот такое минимальное у нас будет требование Это уже будет очень-очень неплохо Потому что водные у нас не сильно хороши Пока стоят города, пока в городах живут люди И они в основном все-таки заняты мирным трудом Надежда на это есть Но одновременно, конечно, удар вот в это сердце цивилизации Сердце мирной жизни нанесен и наносится каждый день Это тоже правда Это была наша пятиминутка исторического оптимизма Спасибо Такая и есть Такая и есть Субтитры подогнал «Симон»